Люди постоянно делают ужасные вещи, которые разрушают природу и вредят окружающему миру. Но животные до сих пор не теряют в них веры, ведь только человек может им помочь, если они попали в беду. И хоть мир полон страданий в основном из-за человека, он также наполнен добрыми людьми, которые готовы сделать все возможное, чтобы спасти наших меньших братьев. Этот пес упал в колодец и из последних сил пытается бороться за жизнь, держа голову на плаву. Но, к счастью, его вовремя заметили эти люди, которые не побоялись спуститься за ним. Пытаясь залезть на чердак, чтобы найти немного еды, этот енот не смог пролезть через отверстие и застрял в нем вниз головой. Это увидел хозяин дома. Он позвонил в службу охраны дикой природы, которые помогли пушистику выбраться из такой передряги. А этот малыш застрял в куске старой трубы, но проходящий мимо парень увидел это и помог котенку выбраться. Этот кенгуренок не смог перепрыгнуть забор из колючей проволоки и запутался в нем задними лапами. Но, к счастью, этот парень заметил бедняжку и помог его освободить. Не заметив ограду, молодой олень застрял между металлическими прутьями и никак не мог выбраться. Хозяин дома решил ему помочь и, чтобы не напугать беднягу, накинул на его голову простынь, после чего освободил оленя. К сожалению, эту летучую мышь убила током, когда она врезалась в линию электропередач. Но ее маленький мышонок чудом остался жив. Бедняга изо всех сил старался не отпускать свою мертвую мать. Но, к счастью, теперь есть тот, кто о нем позаботится. Прогуливаясь по лесу, ребята нашли белку, которая запуталась в леске и никак не могла выбраться самостоятельно. Им понадобилось немало времени, чтобы ее освободить. После пожара маленький котенок надышался угарным газом. Но этому пожарному удалось его найти и сделать все возможное, чтобы малыш продолжал жить дальше. Этот осел упал в канализацию на строительной площадке и просидел там почти сутки. Хорошо, что его нашли ребята и смогли достать. Бедная чайка зацепилась за рыболовную сеть, намотанную на электрическом кабеле. И чтобы ее освободить, спасателям понадобилось несколько часов непрерывной работы. Увидя, как маленького лосенка сносит по горной реке, эти парни, не раздумывая, бросились ему на помощь. Эти маленькие обезьянки из последних сил держались за ствол дерева. Чтобы не утонуть, и вряд ли бы им удалось спастись, если бы этот человек их не увидел. Детеныш леопарда упал в колодец. И если бы не эти люди, то вряд ли бы ему удалось снова увидеть свою маму. Нет ничего опаснее, чем животное, загнанное в угол. И этот мужчина мог бы сильно поплотиться, спасая эту пуму. Но, к счастью, все обошлось. Застрявший в грязи олень вряд ли надеялся оттуда выбраться. Но, увидя его беспомощность, эти рабочие пришли к нему на помощь. И благодаря экскаватору смогли его вытащить. Малыш-тюлень застрял головой между камнями и никак не мог оттуда выбраться. Но эти ребята помогли вновь вернуться к своей маме. Когда эту косатку выбросило волнами на берег, совсем незнакомые люди сплотились вместе, чтобы помочь ей вернуться обратно домой. Эта собака пыталась попить воды и случайно упала в водоем. Но ей сильно повезло, что это сразу же увидел офицер полиции и помог ей выбраться. А этот лисенок застрял головой в банке и сам подошел к людям, чтобы ему помогли. Этот слон перекрыл дорогу туристам, для того, чтобы они помогли вытащить маленького слоненка из глубокой ямы. Мужчина, увидев оленя в беде, не задумываясь, прыгнул в воду и помог ему выбраться. Этот слоненок упал в глубокую яму и никак не мог из нее выбраться. К счастью, его заметили защитники дикой природы и помогли вырыть ему проход при помощи экскаватора. Посмотрите, как его семья рада вновь увидеть своего малыша. А вот еще один слоненок, который упал в яму. Но чтобы вытащить беднягу, пришлось людям очень сильно постараться. Вот что бывает, когда рабочие выливают остатки смолы на землю. Пришлось применить экскаватор, чтобы безболезненно вытащить этого беднягу. Но, к счастью, все обошлось. И теперь он выглядит так. Этот леопард запутался в колючей проволоке. И каждое его движение причиняло ему боль. Но чтобы ему помочь, людям пришлось на время усыпить животное. После чего его освободили и отвезли в реабилитационный центр. Вот еще один бедняг, запутавшийся в колючей проволоке. Пытаясь вырваться, он делал себе только хуже. Но, к счастью, его лай услышали эти люди, которые освободили собачку. Когда хозяйка выгуливала своего питомца, он внезапно упал на землю и перестал дышать. Но это увидел мимо проходящий парень и решил его реанимировать. Королевская кобра застряла в рыболовной сети. Если бы ее не заметили люди, то она бы умерла от обезвоживания. Этот голубь застрял клювом в карнизе дома. И чтобы ему помочь освободиться, этот парень нашел высокую лестницу и спас птичку. Услышав крик соседского кота и увидя бедолагу, мужчина нашел способ, как помочь пушистику. Я не знаю, как этот козел оказался на проводах, но нашлись люди, которые помогли ему оттуда спуститься. Но бывают и тем, кого жизнь ничему не учит. Вот этого барашка, например. Рыбачи на лодке, люди увидели проплывающего медведя с банкой на голове. Несмотря на опасность, им все же удалось помочь мишке. Когда этот пес провалился под лед, хозяин, не раздумывая, бросился его спасать. Это редкий пресноводный скат, который попал на мир, и эти люди помогли ему вернуться обратно в воду. Во время отлива эта косатка застряла между камней. И чтобы она смогла дожить до следующего прилива, люди постоянно поливали ее водой. Эта морская черепаха попала в рыболовную сеть. Но благодаря отдыхающим туристам, которые ее заметили, она снова свободна. А вот еще одна черепаха, которая запуталась в веревках от воздушных шариков. К счастью, ее заметил этот парень и помог ей освободиться. Долгое время эта тигровая акула плавала с сетью на спине, а веревка сильно сжимала ее тело. Ей очень повезло, что дайверы это заметили и помогли бедняжке освободиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова